На сегодняшний день Нефтекамск занимает второе место по республике по количеству выданных сертификатов на получение материнского капитала, уступая лишь Стрелитамаку. Материнский или семейный капитал – это форма государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта помощь оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребенка, имеющего российское гражданство. С самого начала предоставления материнского капитала в Нефтекамске уже получили сертификаты более 6300 матерей. Из них более 5000 их уже успешно реализовали. В основном у нас используют материнский капитал на улучшение жилищных условий. В целом материнский сертификат подразумевает по трем направлениям использования. Это улучшение жилищных условий на образование детей или положить на накопительную часть мамы. У нас практикуется улучшение жилищных условий. В основном улучшают жилищные условия путем погашения кредитов. И на образование детей начали сейчас тоже использовать. В пенсионном фонде на сдачу документов для получения сертификата на материнский капитал можно записаться по телефону или с помощью информата. Здесь достаточно ввести инициалы и дату рождения, и вы записаны на прием. Это очень удобно для матерей с маленькими детьми, так как услуга освобождает их от долгого ожидания в очередях. Для женщин, которые получают сертификаты или решения на распоряжение денежными средствами, есть отдельный кабинет. Здесь специалист в течение короткого времени примет все необходимые документы и занесет данные в программу. Ольга Таюшева – одна из тех заботливых мам, которые считают, что важнее всего обеспечить детям хорошие условия жизни. На прием она записалась для того, чтобы согласовать решение о распоряжении своим материнским капиталом. Сертификат мы получили уже давно, это было в феврале, моему второму ребенку сейчас уже 10 месяцев. Средства с этого материнского капитала мы хотим направить на строительство своего дома. Я думаю, что это хорошая поддержка для молодых семей, потому что не у всех есть свое жилье, как бы вначале. И вот это для нас хороший такой стартовый капитал, чтобы начать строить свой дом. После сдачи документы обрабатываются и передаются на оформление бланков и решений. После чего на каждого заявившегося заводится личное дело, куда заносятся все данные о том, на какие нужды будут потрачены денежные средства. Стоит отметить, что ежегодно увеличивается не только размер самого материнского капитала, но и расширяются возможности его применения. Так, с 2011 года родители могли оплачивать содержание ребенка в детсадах. А с 14 июля этого года можно будет направить материнский капитал на оплату за уход или присмотр за ребенком. Главное, чтобы у этих учреждений были на то лицензии. Есть и еще ряд нововведений. Наряду с оплатой за проживание в общежитиях можно оплачивать и коммунальные услуги, проживая в общежитии. То есть и на обучение, и на коммунальные услуги, если у них имеются дети, которые уже обучаются. То есть материнский сертификат удобен тем, что его можно использовать не именно для второго ребенка, можно использовать и для старшего, для первого, то есть на обучение. Предоставив в отделение пенсионного фонда необходимые документы, через месяц можно получить сертификат. После чего у родителей есть огромное количество времени для того, чтобы решить, куда его вложить. Напомним, что размер семейного капитала в 2014 году равняется 429 408 рублей. По мнению официальных лиц, к 2016 году размер материнского капитала может вырасти до полумиллиона, что станет ощутимой поддержкой для многих семей. Татьяна Кокорина, Вероника Перминова, информационная программа «Ежедневник».